всем привет друзья вы на канале трейд мастер сегодня у меня для вас но и видеоролик подготовка к промо которую получаем уже сегодня в пятницу она связана с еврокубками с лига чемпиона с лига европы и также лига конференций расскажу вам что это проба себе представляет какие карточки стоит ожидать как эти карточки скорее всего будут работать потому что это живые карточки карточки которые могут получить апгрейд ну и в принципе как это все повлияет на маркет как на этом маркете можно будет заработать мне этом роликом тоже расскажу нравится контент поддержка лайком если на канале впервые подписка приятного просмотра спонсор этого видеоролика конечно же как обычно папа карло мой надежный партнер с которым мы работаем уже много лет занимается покупкой продажи и монет так что друзья если вам это дело интересно пожалуйста обращайтесь ссылка будет в описании начнем с небольшой предыстории фифа 19 фифа 20 и фифа 21 данная промо называлась путь к финалу этом году ящики переменовали его на путь к плей-офф ну на английском языке это road to knock out что это может значить да много чего возможно у нас эти карточки будут получать апгрейд только до момента когда они попадают в плей-офф потом уже они не получают апгрейд выходит новая команда которая уже постепенно будет получать как road to final в течение я думаю 12 часов когда выйдет уже первая пачка карт и спорт нам покажут и расскажут как эти карты будут работать и какая будет система так что давайте подождем не будем с вами гадать если уже смотреть прошлом году да вот и позапрошлом система не менялась совершенно что это за карточки очень простые условия чтобы игрок получил такую красивую синюю карточку это лига чемпионовская карточка его команда должна состоять в турнире ну и игру тоже там должен этой команде состоять он должен быть зарегистрирован там то же самое касается лиги европы думаю это всем понятно большой плюс этих карт они уже сходу получают апгрейд то есть со стартом выхода в паках карточка получает первый апгрейд как информ условно там если в карточка у нас золотая обычная 85 рейтинга то и уже карточка именно вот такая промо карта она получает плюс один апгрейд то есть карта будет 86 это игрок условно 82 рейтинга золотая версия то карточка промо будет 84 то есть плюс один апгрейд дальше есть ли игрок и его команда получается выходили из группы то игрок получал плюс еще один апгрейд то есть был 85 стал сразу же 86 с выходом игры прошли дальше вышли из группы 87 рейтинга и получается если команда в первом матче это по моему 1 восьмая лиги чемпионов побеждает то у нас будет еще один дополнительный апгрейд потом если команда проходит уже через финал еще один апгрейд команда проходит в полуфинал и еще один ну и команда выходит в финал точнее это уже предпоследний и случае победы и еще один апгрейд то есть карточка постоянно будет двигаться будет много хайпа эти карты накачаны деньгами я обожаю на них трейдить то же самое касается у нас лиги европы только в лиге европы не дают победу за первый матч в плей-офф потому что в лиге европы немножко больше команд было предыдущие годы в этом году по моему так же как в лиге чемпионов правильно да значит система поменяется определенно возможно также будет давать за первую победу плей-офф кто его знает узнаем увидим еще один факт даже два если команда поседает в своей группе третье место да ну таком случае карточка то есть команда вылетает в лигу европы и уже в лиге европы эта карта получается поменяясь свет свой синего на желтый и апгрейд в таком случае не получает сходу получает только тогда когда команда пройдет следующий раунд то есть выходит с группы получает играть вылетать для группы не получает апгрейду в дальнейшем могут получать и идет изменение цвета думаю тоже максимально просто так же еще один факт прошлом году кто помнит в принципе промес с аякса перешел спартак и вот в таком случае его уже клуб остался прежним то есть он не поменял на спартак потому что спартак не участвовал в лиге европы в то время и соответственно карта стала мертвой но все равно люди которые смотрели матч аякса они все равно не считали играют или там не играют и все равно покупали карточка росла на хайпе ну это все смешно но так работает трейд это совсем другая история дальше что я думаю насчет их команд как минимум у нас будет две команды будет команда 1 и будет команда 2 вот они будут Krubokak как называем то есть 7 дней одна команда в парках там 7 дней скорее всего скорее всего другая команда возможна другая команда будет меньше днев по как не исключено ну и прошлом году у нас была третья команда по окончании группового этапа есть поразнодоле третью команду и как я понимаю Возможно, как раз и третья команда. Это как раз будет команда, не знаю, путь к финалу. Возможно, они ее по-другому назовут, но карточки будут такого же дизайна. Возможно, дизайн поменяют. Кто его знает? Одним словом, у нас здесь будет три команды. На них будет очень круто трейдить. Две выйдут сразу же и, возможно, потом одна чуть позже. Также стоит забивать, что есть дополнительная команда группового этапа Лиги Чемпионов Лиги Европы. Это лучшие игроки, которые себя лучше всего проявили. В групповом турнире они получают дополнительные карты. Они уже не живые, но многие трейдеры и люди думают, что они живые, покупают их перед матчами. Ну и веселуха. Как у них, в принципе, трейдить на этих карточках? Ну, я вам скажу так. В первый день их насыпят. Очень вероятно, что уже сегодня в пятницу, в ночь, эти карты сильно просядут. Потом уже в субботу, когда паника закончится, они могут немножко отскочить. Но, есть фактор того, что люди получают награды за Викинг Лигу прям сходу. Они открывают паки. И есть вероятность, что эти карточки не могут дать сильного роста. То есть, если мы раньше там их покупали в 6 утра по Москве в субботы. Потом продавали их в 5, в обед, в 6 вечера по Москве. Рост всегда был, зарабатывали. А то сейчас, наверное, эти карты нужно будет ходить раньше. Возможно, в час. Или даже в 12. Еще в пятницу, да. Вечера. Вот. И потом продавать, наверное, уже ближе к, не знаю, там, ближе к 10-11 утра. Потому что, я вам говорю, люди быстро заканчивают Викинг Лигу. Они быстро открывают свои паки. Они сливают все, что слить. И маркет всегда в пятницу и субботу будет максимально низким. То, чтобы быть осторожным. А так, в общем, ну, на них трейдить будет весело. Потому что перед матчами, которые уже будут на следующей неделе, все игроки, которые будут в промо-командах, которые будут играть, они будут на хайпе подниматься перед матчами. То есть, наверное, стоит в них будет заинвестировать вот эти карточки. Ну, скорее всего, в воскресенье, во время наград за Squad Battle, я бы все-таки инвестировал в карточки, которые будут играть на неделе. Скорее всего, это, может быть, нижняя точка для них. Именно в плане потом перепродажи перед матчем. Еще раз напомню, перед матчем на хайпе. Это очень важно. Теперь давайте официальную информацию, потому что у нас вот такой дизайн-карт. Это у нас живые карты все. И система апгрейдов изменилась. У нас может быть еще один дополнительный апгрейд. Кто не знает, зеленые карточки, это лига конференций. Вы скажете, многие из вас знают. Кто не знает, вот такие команды там участвуют. И у нас будут карточки именно с лиги конференций. Ну, если честно, здесь добавлять кого-то сложно. Ну, у нас есть Рома. То есть, с Ромом, может быть, игроки. Там уже Мхитаряна, там говорят, что Мхитарян будет. Ну, я не знаю. Вот. Ну, какие еще команды интересные вам? Ну, возможно, Фейенор чем-то интересный. Ну, не думаю. Вот. Тот же... Ну, это лига слабенькая. Ну, у нас есть Тоттенхем. То есть, Тоттенхем, Рома, это как раз те команды, от которых мы ожидаем как раз вот игроков в этом промо. Возможно, Гаррет Бейл. Кто его знает? Живой Гаррет Бейл. Ну, что самое, Тоттенхем точно с этой группы должен выходить. Хотя, сами понимаете, хайп должен быть. Ну, в общем, лига конференций достаточно такое зрелище. Ну, не супер прикольное. Вот. А лига Европы, лига чемпионов вам понятно. Вот. Теперь насчет апгрейда. Вот. Первый апгрейд. Это когда команда у нас выходит из группы. Все как в прошлых версиях, когда я вам показывал, рассказывал. Ну, и также один дополнительный фактор. Это если команда выиграет три матча из четырех в групповом этапе. Ну, я знаю, это будет сложно. Особенно в лиге чемпионов. Но если у нас такое случится. Если, условно, у нас там будет у какой-то команды две победы, да. Ни одного поражения, то перед третьим матчем люди будут инвестировать в эту команду. То есть, на этих карточках будет еще более веселее трейдер. Потому что дополнительный апгрейд, он будет добавлять хайпа. Очень сильного вот этим прикольным карточкам. Так что, я думаю, вне паков там будет классный рост карточек. Именно лига чемпионов и лиги Европы. Ну, и теперь, я думаю, ребята, поговорим о маркете. То есть, ваши действия, как нужно действовать на маркете именно вот сегодня, в пятницу. Я ожидаю, во время большого открытия паков, я ожидаю просадки всего маркета. Потому что вот этот маркет, он не вывозит открытие паков. И это факт. Маркет реально умирает каждый раз, когда идет открытие паков. Да я понимаю, даже если идут награды, и люди должны строить там за дивизионы, да, у нас вот в четверг были награды. Все равно, несмотря на то, что маркет вырос после наград, вот именно когда волна открытия, когда все зашли одновременно там на консоль, взорвали паки, открыли награды, маркет просел. И это будет случаться каждый раз. Я считаю, что в пятницу маркет будет очень низким. Еще ниже он будет в субботу. И мне кажется, до наград за Squad Battle популярные карточки, друзья мои, будут сильно падать. То есть, это 100% стоит ожидать. Я лично уже избавился от состава. Я продал состав. Ну, я и так не играю, но все же. Вот, я бы был аккуратным. Если вы боитесь промо, если вы боитесь то, что маркет может просесть, я бы взял деньги, вот, чтобы не влететь в стенку. Потому что это, скорее всего, может случиться. И уже, если вы заинтересованы трейдить, пожалуйста. Это очень хорошая мысль. Идет открытие паков. Популярные игроки сильно проседают в сцене. Особенно в карточке, которая, условно, в не паков проседает. Они быстрее потом возобновляются в цене. Ну, условно, если мы смотрим, ну, даже не знаю, кого можно навести. Пример, ну, скажем, карточка, которая в не паков популярная. Кто у нас такой популярный в не паках? Жезус. Вот. Если на панике Жезус, там, 190, да. Вы знаете, что он вернется обратно. Потому что он в не паков. На маркете он не появляется через паки. Вот. Соответственно, когда паника закончится, он быстрее наберет дверь. То же самое касается, не знаю, золотых игроков. Если там Тео Эрнандес, условно, да. Он тоже в не паков, у него информация сейчас падает. Если вы видите, он сильно проседает на панике. Там, выпускается в район 70 тысяч. То есть, скорее всего, по окончании паники, в тот же день будет отскок. Но, ребят, если вы видите отскок. Если вы купили, условно, карты низко. Ну, Дебрюйна купили за 160. И вы видите, он отскочил до 180. Берите деньги, потому что на следующий день, в субботу, снова будет падение. Это касается популярных карт 100%. И также карт, которые у нас в не паках. Вот. Если мы говорим о командной неделе, то я ожидаю, что именно в пятницу, теряя в субботу, команда недели сильно пострадает. Так что, если вы заинтересованы инвестировать в эту команду, то будет хорошая просадка на них, именно, я думаю, в пятницу, во время открытия промо-паков. Я ожидаю этого. То есть, то популярный у нас, очевидно, Рафиня хорошо двигается под трейд. Отлично двигается Memphis Depay под трейд. Я не трейджу каждый день. Вот. Также, Лозану. Лозану 43 тысячи. О май гаш. Это скидка? Это скидка, ребята. Вот вам пример, как работать на маркете. Зашли, увидели 43-250, на маркете он 46, скорее всего. Люди выставляют по 42, по 41, потому что они видят, о, 43, надо избавиться от карточки быстро. Они проверяют маркет, покупают за 41-42, продают и сразу же за 46. Это самый наёжный метод работы на маркете. Купить ниже, продать выше. Вот. Это я вам советую в ближайшее время делать. Вот. Если мы перейдем на консоль, посмотрите, чем я занимаюсь, на чем я трейджу. Мне сейчас на счету 4 миллиона 200. Я думаю, если я продам свои вложения, которые там у меня есть, ну, наверное, 5 миллионов 500. Вот. Примерно такой сейчас у меня баланс. Вот. Видите, Депай. Сейчас я вам показывал, он сколько стоит. Он стоит 99. Я его брал сегодня за 99. На отскоке продал за 109. Все. Избавился от карточки. Тот же Рафини опускался сегодня до 80. Я его взял. Продал за 87. Небольшие деньги. Небольшие. Но на отскоке заработал. На Ромеро, видите, некоторые карточки я снайпил по 35. Почти все. И мне повезло, что я его заснайпил вот эти с тенью. Соответственно, он с тенью уходил за 40. А обычные я вот даже в минус ушел. Продал за 35 с половиной. Когда покупал за 35 все. То есть, ну, получалось, ловил вот эти три и поймал с тенью. То есть, это мне помогло немножко продать карту. Тот же Лозан набрал за 47. Продал за 49. 500 тоже ничего особенного. Вот. И Корея. Это тот игрок, которого я заинвестировал. Три карточки по 11 тысяч, когда он был еще в паках. Вот. Немножко на Депае. Точнее, на Ван Дайку трейдил. Он для трейда не супер приятный. Погба для трейда супер опускается в район 115. И потом 130 сразу же набирает. То есть, я эти карточки сегодня покупал на панике. Тот же Диом за сотню покупал. Мартиниусы покупал за 89. Вот. Лоренто брал ниже 140. Вот. Он 153. Хорошо отскакивает. Рашвуд популярный. Хорошо отскакивает. Ну и Дембеле. Также. Очень популярный. Плюс он от вышел в Депай. Как я понимаю, его люди линкуют. Через Дембеле. И через того же Де Йонга. И в итоге он опускался в район 64-65. Отскатил до 70 с половиной. Да, это небольшие деньги. Но, друзья мои. Все-таки прибыль есть прибыль. Надо ее брать, когда ее возможно взять. Так что. Вот такая вот ситуация. Надеюсь, ролик вам помог. Надеюсь, ролик вас ознакомил. С тем, что вас ожидает в ближайшем будущем. Если он понравился вам, ставьте лайк. Если вы на канале, подписывайтесь. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok